Мы остановились в прошлый раз на профессоре Алексея Ильича Осипове, который ссылался на нашего резидента в Европе Александровского, который засвидетельствовал, что целью мансонца стоит не просто борьба с христианцем, а именно целью уничтожения христианства. И, соответственно, все эти неуязыческие движения очень сильно подогреваются этими господами. Вопрос. Я сейчас опять с одним адвентистом веду переписку. Он мне доказывает, что души нет. Я пытаюсь ему тоже писанием, то есть он оперирует Ветхим Заветом, я ему по-новому завету пытаюсь доказать, что душа существует. Ты говоришь о каком христианстве вообще? У нас, понимаешь, слово христианство сейчас настолько стало обширным, что, как его понимать-то, людям тоже непонятно. Хорошо, уточню. Масонство ставит свою цель и уничтожение традиционного христианства. В первую очередь, конечно, это и православие, и католицизм, и традиционный протестантизм. Все современные неопротестантские движения, адвентисты, баптисты, «Новая жизнь», «Жизнь во Христе», ну, они разные названия, вот эти неопротестантские, харизматические, пятьдесятнические движения, они все спонсируются и подогреваются тем же самым масонством. Литеранство, англиканство, при всех этих елесях все-таки там было очень много, что осталось от православия. То есть традиционный протестантизм даже, вот, литеране, они все-таки еще несли и несут какие-то семья. Когда вот веток отрубают от дерева, то еще ветка может даже цвести. А уже вот эти неопротестантские движения, их можно рассматривать как то же самое Нью-Эйдж, то же самое неоязычество. К современному неоязычеству относятся оккультные суверия. В частности, к примеру, «Пошли письма счастья друзьям, и будь тебе успех», или «Перешли эту молитву, и будь тебе удача». Все это суверно-оккультные движения Нью-Эйдж. Это, конечно, все пропаганда через телевидение, или, как я говорю, средства массовой дезинформации. Если опираться на лекцию священника Алексея Мороза «Масонство и глобализм», то эти деструктивные суверные направления целенаправленно подогреваются оккультистами из Нью-Эйджа, которые владеют телевидением. Через телевидение активно насаждаются и пропагандируются все виды оккультизма. Магизм, дасизм, синтоизм, зарастризм, индуизм, бугдизм, анинизм, гуруизм и другие. Пропаганда суверно-оккультных вер. Вера в карму, вера в судьбу. Вера в эзотерику, вера в энергию, вера в иньян, вера в места силы. По телеканалу «Союз» показывают какого-то господина, и он рассказывает – это место силы, это вообще ужас. Окультная вера, вера в ауру, вера в чакры, вера в рок, вера в атализм, плохие мысли, вера в добрый час сказать, вера в эншуй, оккультные практики сюгун и ушу. Активно наслаждается оккультно-демонические практики йоги, медитации, вера в астрологию, оккультные заговоры, наговоры, вера в восточную символику. Вот, к примеру, сейчас заходишь и даже к православному, у них лягушки стоят, перед которыми монетки бросают. Ну, это суверие оккультное. Вера в мифические буддистские индуистские сатуэтки, всяких башков. Суверная вера в магию цифр, так называемая номерология. В подковы, кстати, с советских времен люди, в кавычках, себя называли атеистами, хотя атеизм это суверие, а у них вестили подковы на счастье. В ложки, вилки, в черные кошки, тьфу-тьфу-тьфу по дереву. Не сглазить. Не с той ноги встал. Вера в счастье. Вера в успех. Вера в себя. Суверно-оккультная вера в пантеизм. Дуализм. Гностицизм. Всякие оккультные философские системы. Конфуцианство. Стоицизм. Вера в атеизм. Атеизм это оккультно-суверное мировоззрение, которое навязали масонские идеологи. Вера в Каббалу. И каббалистические демонические символы. Пятиконечные, шестиконечные звезды. Вот так называемые атеисты в кавычках очень часто ходят в пятиконечные звезды, где горит огонь. Возлагают цветы, венки. А это все религиозный акт. Это, кстати, оккультный акт. Безусловно, символика в православии присутствует. Но я именно говорю о нумерологии. В том смысле, что это оккультное суверие, которое целенаправленно внедряется, чтобы человек по цифрам вычислял свою жизнь. Но это все равно, что как астрология. Когда человек по звездам верит в то, что он там козерог. Я не знаю, как у них. Вот эти все суверия, которые через телевидение попагандируются. Когда человек верит, что он дева или в год быка родился. Соответственно, это религиозность. Человек даже не понимает, что он попал в оккультную секту. Человек верит в оккультные суверия, в астрологию, в нумерологию, в магию с цифрами, в подковы. Он уже находится в определенной системе ценностей, религиозных ценностей. Он пойдет к бабке, гадалке. Он пойдет, цветы положит возле пятиконечной звезды, возле этого масонско-каббалистического символа. Это оккультизм. Почему мешает существовать христианству и в то же время повесить себе подковку на счастье в доме? Что здесь плохого, скажет человек? Это по русской пословице «и Богу свечу, и бесу кочергу». Это синкретизм. Причем синкретизм опасный. На человеческих сувериях будет играть дьявол и его бес. Если человек не понимает, это очень печально. Приводит это к последствиям неприятных для человека. Человек распыляется. Он когда отдает часть сердца своего на различные какие-то условия, он забирает ту часть сердца от Христа. А Христос сказал «отдай мне сердце». То есть предполагается отдать полностью, целиком сердце Господу. Безусловно. Человек должен быть с Господом. А это получается, знаете, я приду к примеру такой дипломатический, политический, становится человек кортизанкой. То есть для него Бог это так размыто. Это все равно, что как, знаете, жениться на прекрасной красивой девушке и сказать «я тебя люблю, я тебя ценю». И в тот же момент приводить, прошу прощения, кортизанок и с ними сношаться. И любимая девушка говорит «подожди, ты же говоришь, что ты любишь меня, ты даже носишь портрет со мной, ты любуешься мной, ты ко мне призываешь и тут же не изменяешь». Это есть духовная, простите, проституция. Ну, у меня вот в одном из последних роликов тоже один герой так и назвал, что душа без Христа проститутка. Она просто не может на чем-то одном концентрироваться. Ну, конечно. Человек, живя в суверном мире, он постоянно попадает в ловушки. Знаете, даже есть такое выражение, что самая легковера – это так называемый атеист. Ну, то есть мы уже с вами в прошлый раз говорили, что атеизм – это суверие. Это одна из разновидностей вер. А если брать мировоззрение атеистической идеологии, то это создано иллюминатами масонской организации. Целенаправленно подрыв как раз с 17-го по 20-й век. Это была целая политика. Сначала в Европе, потом у нас. Человек как раз, мы уже говорили об этом, когда он отрывает себя от Христа, то его взор сразу обращается к суевериям. Это в лучшем случае. А в лучшем случае он попадает в ловушки демонических культов. А это на каждом шагу. Это как выйти из дома и попасть в болото. Хорошо, что если ты только ножки запачкаешь. А страшно, если ты попадешь в трясину и утонешь. Каббал и магизм имеют чистой воды демонизм. Талмудический, каббалистический иудаизм ставят своей целью уничтожение христианства, борьба с христианством. Ибо талмудические иудеи по Талмуду ненавидят Христа, христиан и всех людей, и ожидают они антихриста. Соответственно, весь спектр нью-эджа, оккультизма, суеверия, к примеру, оккультная суверная вера в астрологию, года животных, восточные символы, волшебство, мифические оккультные сказки и так далее. Все это делается целенаправленно масонским лобби, которые владеют телевидением, насаждается растление и разрад молодежи. Все виды программ по дебилизации общества, игромания, алкоголизация, наркомания, культ денег, все виды извращения, садомию, микрофилию, зоофилию, геронтофилию, насаждение сатанизма и латенного сатанизма через поп, рэп, рок, техномузы и другие музыкальные направления. Смешение этносов. Кстати, а смешение этносов, пропаганда, это космополитизм. Это целенаправленно политика, кстати, масонского лобби. Смешивание народов, как раз не зря сегодня народ назвали российским, обрусевшие, можно сказать, у которых один из родителей русский, но они все равно имеют внешность восточную. Не славянскую. Да, не славянскую, они уже смело называют себя русскими и утверждают то, что кто рождается на земле русской и говорит на русском языке, является тем самым русским. Причем эта тенденция к государству, так и церкви направлена. Ну, те из перечисленных, допустим, святых философов, да, они жили, это люди прошлого века, тогда... Позапрошлую. Да, позапрошлую. Тогда такой угрозы не стояла над Россией. Россия перспективна была в плане рождаемости, да. Тогда еще кто, я не помню, называл цифры... Не помню. Менделеев это говорил. А, Менделеев, да. А наши русские... Достичь числа более полмиллиарда. А сегодня же мы видим какую тенденцию, что русский народ, он прекратил свой рост и умножается, она сама демографическая, российская, она за счет населения как раз близлежащих республик. И эта тенденция уже, она просто неумолима. И если нам как-то искусственно пытаться удержать нашу русскость, да, ну, мы, может быть, смешными покажемся в глазах вот как раз тех, которые называют себя современными русскими, да. Я тогда приведу такой пример, к сожалению, придется приводить не языческого автора, это всем известный Александр Никитич Севастьянов. И у него очень здравый подход, он говорит, кто такие русские? Безусловно, это наше славянское ядро. Это люди русской культуры, это люди те, кто считают себя русскими. Мы никого не отрицаем, безусловно. Но мы как исследователи, и я в частности наблюдаю, что сейчас целенаправленно подогревается смешение с нашими, ну, с нашим женским полом славянским. А это ведет именно к уничтожению нашего генофома. И тут я не соглашусь. Даже если нас, Сергей, с вами останется 10 тысяч человек, но при этом мы себе сохраним этнически, то мы выжим. А если мы будем распылять свой этногенез, то мы проиграем. Потом не забывайте, что многие наши друзья, вот у меня есть друзья, и там, как вы приводили из Средней Азии, и из Кавказа, они жить в традиционной культуре не позволяют. Вот если мы приедем с вами вот в Чечню, и нам скажут, что здесь, извините, друзья наши здесь, девушки наши, только наши. Тут надо увидеть такую особенность, что многие люди, представители разных этносов, приезжая в Европу и в Россию, они не просто там жениться на наших девушек, они, простите, их имеют и бросают, и оставляют полукрова. А это ведет к деградации нации. Приводя русского славянофила Менделеева, который рассчитывал, что в современной нашей ситуации у нас должно быть 600-700 миллионов, ну полмиллиарда. А что вызвало такую деградацию? Это 1917 год, когда к власти пришли сатанисты, нарезали нам сатанистическую, оккультно-суверную логическую религиотеизм, феминизм, дарвинизм, ну и прочие оккультно-суверные системы, которые привели к уничтожению нашего народа. Де-факто, если мы сейчас посмотрим, русские разделены, расщеплены, и русские люди, они сейчас не имеют самосознание, и если мы будем еще способствовать, то все равно, что как человек, находясь на опасной тропе в горах, мы его толкаем вниз, падай, падай. Ни в коем случае. Я приведу пример нашего протерея Дмитрия Смирнова, который четко и жестко говорит, что христианка должна выходить только за христианина. И в кавычках подразумевая, славянка должна выходить только за русского. Никаких бурных сношений до брака, и никаких замужеств за иностранцев. Я говорю не за иностранцев точнее, а за людей других этносов. У меня друзья мусульмане есть, посмотрите, какая у них жесткость. У них женщина, во-первых, без мужчины никуда не выйдет, во-вторых, она должна выходить замуж только девственницей. И у них это жестко поставлено. У меня есть друг, активный мусульманин, я у него спрашиваю, ну давай твою сестру. Ну я шучу, конечно. Поедем с ней отдохнем, куда так. Ну специально. Он говорит, нет, так не шути. Это мне такой юмор не нравится. Она должна выйти за мусульманин. Это раз. И быть девственницей, два. Чтоб рот наш не позорить. Это люди, живущие в современном мире, наши друзья. Это стыдно. Я вот даже, понимаешь, от своего соплеменника слушаю такое, да, я не представляю, мне просто ни разу не приходилось от, допустим, кавказца слушать такие вещи в свой адрес. Это стыдно. Это невозможно стыдно, непереносимо просто. Я однажды, знаешь, как у меня был опыт ко мне на день рождения. У меня есть тоже друг азербайджанец. Вот. И он привез, в общем, жену тоже из Азербайджана. И они однажды пришли ко мне на день рождения. Вот. И зашел разговор. А наши бабы, да, там про аборты что-то начали. Понимаешь? И я увидел ее глаза. Она приехала в Россию, да. И она не знала, что делают у нас аборты. Понимаешь, я увидел ее глаза, насколько она поразилась, что у нас женщины убивают детей в утробе своей. Сергей, я полностью вас понимаю. Я вот возвращаюсь к той теме, что когда были масонские революции в Европе и у нас на Руси, это все целенаправленно заложено. Спомните, когда приходят революционеры, они в кавычках «совобождают женщину». Это значит, что происходит? Это блуд, смешение этносов, разврат, аборты. Это целая технология тех масонских идеологов, которые это все вложили в умы людей. Есть такой термин в американской геополитике «soft power». Это означает мягкое могущество, когда вам вкладывают чужие мысли под видом ваших. То есть вы думаете, а это мои мысли. На самом деле это через средства массовой информации. Как я называю средства массовой дезинформации? Интернет, телевидение, кино, мода. Потом не забывайте, есть проплаченные провокаторы, которые, как знаете, на революцию выходят и начинают кричать, провоцировать. И все это оплачивается. Это миллиарды долларов. То есть христианство сегодня является удерживающей приходу антихриста, который именно они проталкивают? Ну вот тут, Сергей, я немножко не соглашусь. Я не вижу, чтобы сейчас христианство в общей своей массе не имело какую-то силу. Отдельные личности и, может быть, даже китайские организации скромные, безусловно, могут как-то противостоять. Но современные христианцы, к сожалению, я говорю не о вероучительной стороне, а о христианстве, как вот, ну назовем его словом христианцы, как я называю, кривославие. А мы не будем брать со стороны нашего понимания. Мы возьмем сторону Господа, да? Мы вот редко обращаемся к Богу, да? А Господь, вспомним вот в Писании, когда Лот попрошил Господа, да? А если найдется десять праведников, да? Может быть, как раз из-за нескольких праведников сегодня они, эти праведники, являются христианами, может быть, сегодня и преграждается, они являются удерживающими. Конечно, здесь я с вами полностью согласен. Безусловно, есть личности и есть люди, которые молятся за нас. Более того, не забывайте, что у Бога все живы, и есть те люди, которые любят наш народ, те же самые наши друзья. Я вам такую историю расскажу. Был я в Новоламе. Ну, это давно было. И общался с одной женщиной, она экскурсиями занимается. И она вот просто ко мне как-то так расположилась и говорит, говорит, был случай, шел один монах и расстраивался, что... Ну, это условно, это как бы образ. Расстраивался, что современный мир, особенно христианский, находится в упадке. И слышит, идет пение. Ну, думаю, братья, что ли, вышли. Большая группа людей идет, молятся, поют красиво. Ну, когда они поравнялись с этим монахом, он увидел, что они все в крови. Ну, как бы образ такой. И когда они прошли дальше его, он понял, что это прошли не живущие монахи, а те молитвенники, те мученики, те святые, которые молятся. И этому монаху стало очень легко и очень хорошо. Он понял, что за ним стоит он не один. Что Господь показал, что ты... Смотри, сколько за тебя молятся. Смотри, сколько здесь братьев за тебя было. Тысяча. И эти молитвенники помогают тебе. Конечно. У нас есть много друзей, Сергей. Пропагандисты современного юридического движения. Кто они? И кто за ними стоит? Хочу заметить, что за ними стоят спецслужбы всех мировых игроков. И вот я хочу отметить, что юридический фактор используют не только российские или американские спецслужбы. Эту игру ведут абсолютно все страны. В том числе и китайские партнеры, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Это и японские партнеры. Это и индуисты. И всевозможные культисты. То есть это ведут все игроки. В том числе даже мусульманские, так называемые, Саудовская Аравия, Турция. Это потому что известный факт, что они поддерживали террористов, боевиков на Северном Кавказе. Спонсировали ваххабитов. И у них задача уничтожения России как через идеологию ваххабизма, наркотики, так и через неуязычество. То есть, подчеркиваю, все спецслужбы используют этот факт. Почему я говорю, что неуязычество, это проект, проект технологов. Это современные проекты. Я, кстати, хочу заметить, я не буду на нем останавливаться. Я только хочу сказать, что если кто хочет, пусть в интернете найдет, что думают ученые о так называемом академике Рыбакове. Там и лингвисты, там и археологи, там и историки говорят, что он очень много натянул и очень много придумал. Его называют, в частности, лингофриком. Ну, то есть, лингвистическим фриком. Ну, типа Задорнова. Но придумал его. Кстати, его книги вышли как раз к крещению Руси. Это знаменитые его книги «Язычество древних славян» в 1981 год и «Язычество древних Руси» в 1987 год. Этот человек выполнял заказ спецслужб, потому что готовилось Владимирское крещение Руси. Также идеолог современного неуязычества и пропагандист их лжи – это Сергей Стрижак и его стерео фильмов «Игры богов». Сергей Викторович Стрижак, резидент американской секты саентологии Рона Хаббарта. Опасная и тоталитарная секта. Серия фильмов Стрижака «Игры богов». Чистой воды фантастика и бред в стиле неоиндуистических оккультных бредней. Также один из идеологов современного неуязычества – это юморист Михаил Николаевич Задорнов. Снял псевдоисторические фильмы «Рюрик потерянный был» и «Вещи Олег». У Задорнова в его выступлениях полно оккультных суеверий. Буддистские индуистические магические сленги – чакра, карма, ра, энергия. Куча суеверий. Кстати, куча суеверий каббалистического толка. И так далее. Сам Задорнов – практикующий оккультист. Андрей Анатольевич Зелезняк – российский лингвист, академик Российской академии наук по секции литературы и языка. Доктор филологической наук считает, что выводы Задорнова по исследованию русской филологии – чистой воды шалотанством и придомыми поделками незнайки. Более того, псевдоисторическим бредом считаются его фильмы про Рюрика и Олега. И под древние князья наши русские были викинги. Более того, много фактов исторических о крещении Вещевого Олега. Кстати, если мы сегодня дойдем до этой темы, я на руках имею документы о крещении Вещевого Олега. Также один из идеологов Нью-Изличества – это Андрей Александрович Тюняев. Он выступает на телеканале РНТВ. Несет он псевдоисторические бредни, фантастику и кривиту на историческую Россию и христианство. Человек – это явно провокационный адепт неуязычества. Также один из идеологов современного неуязычества – это Валерий Алексеевич Чудинов, наш любимый, российский философ, методолог, так называемый методолог, доктор философских наук, профессор. В современной России получил известность после заявления о прочтении тайнописного наследия, зашифрованного в остатках материальной культуры древних цивилизаций, сторонник идеи существования славянских рун. Работа Чудинова, претендующая на открытие в области эпиграфики и полиграфии, не признается академической наукой. А историки, лингвисты, причисляют его концепцию к жанру фолк-хистори, ну то есть к фантастики. Также идеолог современного неуязычества – это наш покойный, всем известный Николай Викторович Левашов. Он был типичным оккультистом-шарлатаном. Российский писатель и публицист-основатель неуязычного оккультного учения. Характеризуется как создатель тоталитарного культа «Возрождение. Золотой век». Автор книги «Расти в привлевых зеркалах». Именовался целителем. Он был типичным оккультистом-шарлатаном. Также есть такой исследователь генерал Константин Павлович Петров, основатель КОП и КПЕ. Религиоведы характеризуют концепцию Петрова как оккультно-сатанинский псевдопатриотический проект. Это оккультно-талитарная секта, неуязыческого толка. Петров именовал себя обохвом Мирогором. Кстати, очень опасное тоже направление неуязычества с покойным Петровым. Сейчас продусь быстро по идеологам неуязыческого движения. Это оккультный шарлатан Александр Игоревич Асов. Автор книг по славянской фолк-хистори, то есть фантастики, а также романов, повестей, рассказов, поэзии. Известный в первую очередь как комментатор, публикатор и переводчик ряд якобы древних текстов славянской мифологии. В общем, современной фантастики. Это этнический финно-угар Лев Рудольфович Прозоров. Творческий псевдоним Азар Ворон. Российский писатель, публицист, идеолог современного псевдославянского неуязычества. Автор книг фантастических псевдославянских книг. Это, кстати, всем известно, сейчас пропагандируется Георгий Алексеевич Сидоров, идеолог неуязычества. У него есть столинизма, кармизма, вера в бредовые современные оккультные фантастические сказки и так далее. Это один из идеологов неуязыч, что всем известный нам Доброслав, он же добровольский Алексей Александрович, автор книг по псевдославянской фантастике. Это нам всем известный Александр Юрьевич Хиневич, община имя Каламрат, автор славяно-арийских вед, или как я называю, автор славяно-арийских бред. Это Алексей Васильевич Трехлевов, Волг, Витогор, автор книг по духовно-нравственному наследию Арии и других фантастических романов и псевдоисторических современных древних. Это Александр Константинович Белов, автор книг и создатель славянобористской борьбы, он же Селедор. Это всем известный Владимир Алексеевич Истархов, автор книг «Удар русских богов», идеолог современного неуязычества. Ну, кстати, Истархов, он же Гудман. Это национал-патриот Владимир Борисович Авдеев, автор парасологии и этнологии. Это Юрий Петрович Миролюбов, автор фантастических бремий и создателя Вересовой книги. Фальсификация Вересовой книги, созданная на рубеже 19-20 века, примитивно имитирующая рославянский язык. Текст Вересовой книги был впервые опубликован в 1950 году русским мигрантам, ну, Миролюбовым. Наиболее отвероятным автором фальсификации считается Миролюбов. Согласно рассказам Миролюбов, текст Миролюбовой книги, списанных с утраченных во время войны древних дощечек, созданных примерно якобы в 9 веке. Содержит якобы предания, молитвы, легенды, рассказы о древней славянской истории примерно с 7 по 9 век нашей эры. Ну, это фантастика. Это всем известный Валентин Дмитриевич Иванов, создатель романов «Русь изначально». Кстати, вот Валентина Иванов, я уже в прошлый раз говорил, это тот автор, на котором божглись многие молодые люди. По его романам было снято много фильмов «Русь изначально», «На камнях в студии Леви». Ну, то есть, как раз эти фильмы вышли в 1988 году. Это фильмы с конца 70-х по конец 80-х. Вот один из пропагандистов неюзычества. Это Варилий Николаевич Емельянов, преподаватель арабского языка, еврита. Один из основателей русского неюзычества, автор книг. Это верховный волк всех славян Бугамил II, он же Владимир Юрьевич Галяков. Это Волк Велислав. Кстати, Волк Велислав основатель русско-славянской родолюбии, основанной в 1998 году. О, какая древняя! Один из основателей содружества общин славянской родной веры, Велисовый Круг. Кстати, всем известно, что Илья Черкасов, он сатанист. Ну и так далее. Ну, то есть, я хочу отметить, что я затронул только небольшую часть уже как бы считающихся гуру современного неюзычества. На самом деле, многие неюзыческие авторы, они плодятся как... Я вот начал смотреть передачи тяжело на РЕН-ТВ, потом еще вот. Они же, они построены в одном как бы ключе. Ну, они ничего нового. Вроде бы, они сначала интригуют в начале передачи, как бы, мы сейчас вам откроем такие-то, такие-то вещи, да. И, как правило, сходятся к одному. То есть, начинается передача загадкой и заканчивается загадкой. А фактов ноль вообще. То есть, их цель заинтриговать человека. И настолько они однотипные. Ну, я вот посмотрел пять передач, все, у меня больше сил нету смотреть. Ну, потому что они не развивают. И я удивляюсь, а чем может человек интересовать эти передачи? Ну, РЕН-ТВ, ТВ-3 и другие каналы, там, ТНТ, Пятница, там, Интер на Украине и так далее, 1 плюс 1. Их множество каналов, если взять спутниковые, там, кабельные каналы, их там, наверное, уже 600. В основном, они занимаются профанацией и, извините меня, фантастическим бредом. Там даже не то, что, как вы сказали, что только какая-то интрига. Там даже порой и интриги нет. Там просто, знаете, такая каша с синкретизмом. Если перевести этот термин, это, ну, Винегрет. Вот эти, ну, некоторые, я просто фамилии на слух, они же как раз и этих людей демонстрируют на этих передачах. Конечно. Где-то еще их не показывают, правильно, на этих людей. Конечно, конечно. Я вот об этом и хочу отметить, что современные пропагандисты неюзыческого движения, они пиарятся на российских телеканалах. Смешно. Но, когда читаешь их книги или выступления, лекции, ну, в юбиле, там, они говорят, что вот, везде жиды у нас. Ну, у них такая тоже тема присутствует. Хотя, действительно, это так и есть, но они занимаются профанацией и передерганами фактов. Но самое смешное, они выступают на самых иудейских каналах. НТВ, ТНТ, ТВ3, РЕН-ТВ, РЕН-ТВ, РЕН-ТВ и так далее. Эти телеканалы, которые имеют пакет, ну, то есть принадлежат иудейским банкирам. Спрашиваются, почему господа иудеи, масоны на своих телеканалах показывают всю эту коду, как говорит Игнатий Тихонович Лапкин. Почему они показывают эту коду, спрашиваются. Почему показывают всех этих Велеславов, Доброславов? Ну, Доброславов уже не показывают, ну, я говорю, к примеру, Вильямира, там, ну, и так далее, там, Богомила. Почему они показывают всех этих волхвов, псевдоволхвов? Кстати, кто, если хочет, может в интернете найти статья такая, называется «Волхвы с Лубянки». И также есть еще такая статья в интернете «Славянское родноверие как продолжение коммунизма» и «Славянское родноверие – это проект КГБ». Вот такие есть статьи в интернете, пусть кто хочет, желает, почитает. Это все проекты, и эти проекты политехнологические поддерживались в советские времена. То есть это управляемая провокация, направленная прежде всего на христианское мировоззрение, чтобы людей отвести от истины. Чтобы люди искали истину не в Евангелии, не в отцах церкви, чтобы они искали вот в этих всех псевдоисториях фантастики и так далее. Потому что везде вот в этих передачах, которые выходят на РЕН-ТВ и так далее, везде идет провокация и подмена. Они порой могут даже говорить какие-то факты и правду, но эти факты и правду они заливают какой-то ложью, какой-то клеветой и каким-то подлогом. Вот часто там выступает тюня, ненавистник христианства, академика будто, каких-то там наук он. Он такую ложь льет, просто знаете, ну ты факты приводи, господин такой хороший, приводи факты. Почему ты лжешь? Я могу тоже с Тесей говорить, вот я там потомок каких-нибудь императоров, я вам сейчас истину расскажу. Ну вот, просто смешно это все. Ни на чем не основано, ни источники, ни факты. Просто люди, как говорит Владимир Владимирович Путин, из носа выковыривают и по листу размазывают. Кстати, РЕН-ТВ навязывает нашему народу вот эту идеологию, не юзическую. Или как говорят религиоведы, стектоведы, нью-эйдж. То есть это оккультизм, суеверие, это псевдоистория, ну и так далее. Все эти астралы, вера в этот астрал, она может закончиться в лучшем случае психушке, в лучшем случае человек просто станет сосудом дьявола и он погибнет. И погибнет вот сейчас. То есть эти все декорации, они как раз мы видим из житий святых, да, вот из всего предания, когда именно святым людям бесы предлагали вот эти чудеса, да, от которых убегали как раз святые категорически. Потому что нам и Евангелие говорит о том, что сам сатана может предстать в виде ангела света. И вот как раз вот этих видений и всяческих соприкосновений с тем миром стоит удаляться, да, а не развивать его в себе. Потому что на самом деле окажется, что это декорации мира бесовского, мира инфернального, когда показывают всего лишь картинки в нашем мозгу, а за картинками бездна, пропасть. Если мне память не изменяет, по-моему, у Серафима Роза есть такое писание, знамятое, когда люди, начавшие отходить от христианства в 19 веке, плыли на корабле. По-моему, у Серафима Роза есть такое писание. И показывал им факир чудо. Знаете, это чудо факира? Когда он начал показать образы, как где они плыли, их картины. Как вы представляете, человек в 12 веке еще не видел ни телевидения, ни интернет. И он увидел эту картину, как факир показывает чудо, что вот человек со стороны себя увидел, как он на экране. А тут же присутствовал православный, по-моему, или священник, или монарх, и он стал читать Иисусу Мои. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешный. И он увидел, как быстро факир сдулся, и как все его чудеса, в кавычках, быстро исчезли. Эти чудеса, ну, они имеют чисто демонический характер. Более того, если человек увлекается этим оккультизмом, ему быстро надо бежать на исповедь. Исповедоваться, если священник, допустим, причащаться, и пройти долгое время покаяния. Потому что эта удочка, то есть эта ловушка устроена дьяволом. Но я, вы знаете, Сергей, скажу вам такие вещи, а, к сожалению, это касается современной московской патриархии. В московской патриархии сейчас, особенно при Кирилле патриархии, еще усугубилась ситуация, когда, только полагая от не лучших представителей, извините меня, всякий сброд. И, безусловно, искренне ищущие люди, сталкиваясь вот с таким сбродом, не имея у коренера, как сказать, когда человек не стоит твердо на ногах, а как младенец. Вот мы такой пример вам привести, когда человек взрослый, юноша или мужчина взрослый, он уже будет иметь какую-то аналитическую, у него будет база какая-то, он уже будет понимать, что вот этот человек, это священник. А вот когда человек приходит только первые шаги делать в церковь, он младенец во Христе, то он, столкнувшись с каким-то священником, который не соответствует призванию своему, он отходит, и у него начинается вот блуждание, что его не поняли. Или, знаете, бывает, что, к сожалению, он столкнулся с грехом какого-то священнослужителя, ну, о чем Кураев пишет, с адамией какой-нибудь, или с педофилией, или, к сожалению, с блудом. Всем людям известно, кто учился в Московской академии, семинаре, об этом некоторые профессора говорили, ну, практически в открытую, что со времен Сталина была целая политика, чтобы внедрять лже-священников, чтобы был алкаш, развратник, там, какой-нибудь извращенец, чтобы тем самым показать, ну, как, не дальше, потому что, когда человек имеет твердую почву под ногами, он не будет у него искушения по ходу такого священника, скажет, ну, да, что я могу сделать, он останется в христианстве, в православии. А когда человек не укрепленный в вере, не укрепленный в жизни, он еще ищущий, он еще младенец во Христе, он обязательно приткнется в такой камень, и он пойдет вот искать, а приходит, а там то же самое, потому что, если мы посмотрим на протестантские организации, там больше, так как бы, улыбок, больше разговоров, но реально то же самое, потому что дьявол, как, знаете, такой был Святой Великий, один из отцов нашей церкви, преподобный Антоний Великий, и вот он в своих мыслях говорил, что куда бы ты ни ушел, дьявол точно так же искушает, и вот куда бы человек ни ушел, он должен понять, ты не уходи, а ты внутри церкви боись за церковь, потому что те, кто совершает страшные грехи или не являются христианами, на самом деле, они враги истинных, потому что они просто ряжены в голову. Каблеева, Московская, Катриархия, что там поставлено очень много людей, не соответствуют даже не просто выбору жизненным, они даже не соответствуют простому христианскому мировоззрению. Более того, я же подчеркиваю, что определенные лица ставят под себя таких, вот подставьте какой-то еписк, как он внедренный. Его будет политика, ну, допустим, он какой-нибудь коммунсексуалист, извращенец, но он не христианин, он просто играет, он ряжен. Он поставит свои задачи, себя окружить такими подобными существами. Более того, он будет вести политику такую, чтобы люди и молодежь уходилась, чтобы было одни бабушки, легко управлять старушкой. Как сказал такой эзотерический, эзотерический у него есть такой автор, он возглавлял РМЕ в Аркашопе, сказал, вот секта бабушек, ну, действительно, определенным лицам выгодно, чтобы не было немолодежи, чтобы не было движений мощных. Они внедряют своих агентов для дезаккредитации, для профанации, чтобы это все было, знаете, так, выглядело очень печально для нас. А человек грамотный, который изучает все эти процессы, уже видит, кто есть кто. То есть добрый пастор, как в Евангелии сказано, то есть наемник, который его цель – расхищение и вред христианству. Нужно помнить, что есть не только внешние враги, но есть внутренние враги, которые выполняют определенные задачи от всех определенных разных организаций. Причем я подчеркиваю, это не мнение моего, это мнение очень многих профессоров, причем эти профессора являются действующими или бывшими Московской Духовной Академии или исследователи, как Юрий Юрьевич, или как Владимир Евгеньевич Лорионов. То есть мы видим это все. Эта практика имеет в современном мире быть, но для человека, который хочет идти ко Христу, нужно сказать, что не переживай, Господь над всеми. Об этом вот Юрий Юрьевич проводил пример, что по молитвам даже порой очень духовных людей или старцев бывало полностью ситуация масонской изменеации. Вот масоны решили так что-то устроить, провокацию. А по молитвам какого-то человека Господь вообще все это отводил. То есть мы должны эти все факты видеть, осознавать, но помнить, что над нами Бог. И с нами Бог. И кто бы какие пакости нам ни делал, он не всесилен. Более того, даже дьявол не всесилен. Дьявол имеет ограниченность, а по отношению к Богу он никто. И соответственно, какие бы нам пакости, какие бы нам искушения ни творил кто, мы должны помнить, с нами Бог, и мы всегда победим, если мы будем в Боге и с Богом. Из личного опыта, ну, я, казалось бы, лежу, я не могу решать вопросы, да. А по молитве Господу оно решается. Господь присылает тех людей, вплоть до того, что я обращаюсь к Господу, Господи причаститься бы, пошли мне батюшку, который тебя уводит. И по молитвам самая уместная позиция христианина – это не отвергать и не принимать. Мы должны влагаться полностью на Господа. И вот, как говорится, научиться молиться. Молиться молитвой не какой-то пустой, а именно молитвой с верой. А мы вспомним, что из Евангелия Господь наш Иисус Христос перед тем, как историть какого-то человека, спрашивал, веруешь ли ты? Обратите внимание, что Господь наш никогда не носил душу человеческую, а уважает нас как личность. И только после того, как человек верит Богу, Господь творит чудеса. Безусловно, я полностью с вами Сергей тут согласен. Более того, как ни странно это прозвучит, самые большие скептики – это мы православные христиане. Обратите внимание, так называемые современные советские неуязычники или постсоветские неуязычники – они все верят, они во все верят. Во все суеверия Востока, оккультизм, неуязычество, все во историю. А христианин настоящий, он всегда скептик, он говорит, подождите, я проверю, откуда это взято. То есть, атеизм, кстати, это, повторюсь, это ущербное, оккультно-суеверное мировоззрение. Оккультизм – это одна из равновидностей суеверия. А, повторюсь, создали атеизм именно масонские идеологи для борьбы с христианским мировоззрением. Мы должны об этом помнить. Вот я читал комментарии к нашим видео, там человек пишет, что я сказал якобы, что это глупость. Но пусть человек произучает источники. Пусть посмотрит Талмут, каббалистическую, так называемую, мудрость в кавычках. Пусть посмотрит историю создания. Хочу затронуть такой миф, уважаемый Сергей, у наших друзей неуязычников, что во времена нашего великого благоверного князя Владимира «Красное солнышко» было репрессии против нас, русичей и слоян, что якобы пришел грозный такой негодяй и из 12 миллионов уничтожил 9 миллионов слоян. Но, во-первых, эти факты не подтверждаются ни наукой, ни археологией, ни историографией, ну и так далее. Этот вымысл современных неуязычных идеологов не имеет почвы под собой. Более того, я буду ссылаться, кстати, на книгу «Начало этнокультурной истории Руси» Петрухина, любимый автор неуязычников. Кстати, дорогие неуязычники, обратите внимание, ссылки идут на в том числе людей, которые исповедуют вашу идеологию. И вот у него есть глава «Русское христианство до крещения Руси. Археология», где на археологических фактах свидетельствуют, что до Владимира существовали русские христиане. Более того, многие женщины-славянки переходили в христианство из-за того, что они могли подвергнуться человеческим жертвоприношениям. Известно факт, что если погибал конунг, ну или князь, или славянин, то вместе с ним приносили в жертву и жену. А если парень был не женат, то выбирали из народа девицу и приносили предполагаемую невесту ему. Конечно. Жертвы были. Я хочу заметить, что неюзычники, друзья наши, братья-славяне, мы вас любим, не обижайтесь, человеческие жертвы были у всех. Более того, часто они любят ссылаться, что у современных иудеев, ну, разновидностей, хабатников или там. Есть такое направление в иудаизме, где якобы есть христианские жертвы, я согласен, но вы поймите, что вот эти жертвы, которые присутствуют также в иудаизме, это ваше язычество, родное, халдейская магия. Это тот же самый сатанизм, то же самое неуязычество, то есть язычество, то есть традиционное язычество. Это как в буддизме. Я хочу подчеркнуть, что не только иудаизм этим страдает, это умутически, это присуще и в доосизме, в японской религии, в китайских религиях, и если мы поедем, допустим, в современную Перу, в Боливию, в страны, даже на Кубу полетим, там до сих пор практикуют негры человеческие жертвоприношения, в Африке это практикуются, полетим в Новую Зеландию. Посмотрите, дорогие братья наши слоняне, вот ваше традиционное язычество. Где есть язычество, там везде человеческие жертвоприношения. Более того, жертвоприношения были у всех язычников, у всех языческих народов мира, у семейских, у арабских, у африканских были и есть, а у южноамериканских индейцев были и есть. Допустим, в Перу, Мексике, у племен Австралии, Новой Зеландии были и есть, в Азии, кстати, были и есть. В частности, Юго-Восточная Азия, Китай, Индия, Тибет, Непар. Посмотрите, по плану о Венеи, где есть язычество осталось, там и где есть жертвы. У всех языческих народов были человеческие жертвоприношения. Бога, кавычка, веса. Более того, у европейских народов, дохристианцев, у всех, у римлян, у эллинов, у кельтов, у германцев, у балтийцев, у финноугров и у нас славян были и есть. Так что, говорить о том, что вы такие розовые, не нужно, братья наши славяне. Обратитесь к традиционному язычеству и до Владимира, увидите, были ли человеческие приношения. Так вот, есть версия, что на Русь приходил святой апостол Андрей Первозанов. Я знаю, что профессор Московской Академии Андрей Курайов как бы это отрицает, но я могу сослаться подчеркиваю на профессор другого Московской Духовной Академии на Алексея Константиновича Святозарского, также на знаменитого учителя Русской Церкви митрополита Макария Михаил Петрович Булгаков. Митрополит Макарий Булгаков в частности книги своей «История христианства в России» до равнопостными князя Владимира проводил линию осенней волн крещения Руси с первого века до Владимирского крещения Руси также писали, говорили историк Владимир Леонидович Махнач. Про Владимирскую Русь современный автор это Юрий Юрьевич Воробьевский и историк Владимир Евгеньевич Ларионов. Более того, я хочу отметить, что мы можем встретить, блаженный Иероним в четвертом веке писал, гунны изучают псалтырь, холодная скифия согревается огнем веры истины, войска рыжих и белокуров гетов и даков носят за собой походные храмы. Под этими гуннами гетами и таками блаженный Иероним подразумевал народы скифии в основном древних антославян также и готов. Потомки этих первохристиан крестились в водах Днепра в 1988 году. Я хочу подчеркнуть, что готы, а наши неюзычники любят говорить арийские. Вот мы там арийцы. Вот вам пример. Арийский народ готы. В Крыму в пятом веке где они были расстелены было более 50 христианских храмов и готы уже были христианами к пятому веку. Более того, мы знаем даже такого святого как Никиту Горского это примерно четвертый век. Более того, я разговаривал с одним исследователем который рассказывал мне, что по его предположению Дмитрий Солунский это святой примерно четвертого века он был славянского происхождения ну как и Георгий победоносец. Почеркиваю, это версия. Я не утверждаю, но это версия. То есть мы видим, что христианство было уже задолго до Владимира. Более того, если мы возьмем европейские народы то у кельтов христианство появилось с 54-го года первого века. А если мы возьмем южнославянские народы то южные славяне христианами были с первого века. Даже, кстати, я такой пример веду. Часто неюзычники говорят, ну вот там 7 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад мы были язычники, а вот 2 тысячи лет назад вы пришли. Нет, господа, и тут вы проигрываете. Если мы обернемся к еврейскому писанию, то увидим, что мы славяне, потомки Иофета, а иофетяне, иной пророк, были монотеистами. То есть они изначально верили в одного Бога. Более того, в европейских классических философских школах монотеизм был изначально развит. То есть политеизма там практически мы не всегда встречаем. Славяне до Владимира. Известный факт, что до Владимира это был Кирилл и Мефоди. Это примерно 861 год, 9 век. Более того, если мы приедем в Болгарию, южнославянскую страну, то многие наши братья-славяне и болгары утверждают, что Кирилл и Мефоди были жили они в Салонике, они были из тех славян, которые проживали в Салонике, что они были не грек. Известный факт, что на территории Греции, на территории Византийской империи очень много проживало славянского населения. Более того, знаменитый святой древности, святой благоверный царь Юстиниан известный факт, что он был выходец из территории современного города Софии и он был славянином. Вот вам неюзычники, пример. человек примерно шестого века славянин и управлял Византийской империей. Это святой Юстиниан. Более того, известна также святая Людмила чешская, это до Владимира 1921 год, это святой Вячеслав 1935 год, то есть до Владимира. Более того, мы смотрим, что Владимир, когда он был язычником, он устроил реформу языческую, поставил разных богов, чтобы объединить народ политически. У него этого не получилось. И вспомним, что двух людей, кого он принес жертву, это были викинги, русские первые святые, святой Феодор и Иоанн. Это было до обращения Владимира в христианство. Более того, это документ о крещении вещего Олега. Документ датируется примерно 1912 год. Ну, примерно 1912 год. Есть версии, а, кстати, версии есть, это проника гречески, что вещий Олег был крещен. Вот Задоров наш снимает фильмы о том, якобы, Олег был язычником. Но есть документальные факты. Кто хочет, в интернете может поискать факты, что князь Олег был крещен. Более того, если мы еще дальше в историю обернемся, то мы увидим, что первое массовое крещение Руси было при новгородском князе Бравлине. Это в конце 8 века. Это в 788 году. За 200 лет до государственного крещения Руси святым Владимиром. Когда пошли в поход викинги, святой Аскольд и Идир. Аскольд в крещении получил имя Николай. Это было за 128 лет до Владимира. То есть уже при Аскольд и Идире в Киеве существовали христианские общины, которые по численности, вы не поверите, превосходили язычников. Есть версия, что при Аскольд и Идире от 60-80% это уже были христиане. А почему, и кстати, в хрониках греческих, летописях, мы как христианским народом считаемся не в 988 году, мы считаемся именно христианским народом с 860 года, когда крестили Русь, Аскольд и Идир. Более того, наши неизвечники любят восхвалять Святослава. А я вам задаю вопрос, братья наши славяне, вы знаете брата Святослава Глеба? Ну и вопрос вы знаете брата Глеба? Они в основном не знают. А родной брат Святослава Глеб был христианином. Более того, все его сыновья были христиане. Мать его Ольга была христианкой. Более того, Ольги на крещение можно сравнить именно с миссией Аскольда и Идира, потому что Ольга на территориях современной Руси, ну, древней Руси, она проводила миссионерскую работу у нас, храмы ставила, священников ставила, были христианские общины. То есть мы уже здесь просматриваем, что до Владимира очень много было христианского элемента. Более того, при Игоре до половины дружинников, кто ходил в поход на Византию, это были уже христиане. Я подчеркиваю, я ссылаюсь именно на профессоров Алексея Константиновича Святозарского, на учителя Русской Церкви, мстерполита Макария Волгакова, который, кстати, подчеркивает, что до Владимира было символом крещения Руси. То есть до Владимира существовали христианские общины. Ну и на современных исследователей это Юрий Юрьевич Воробьевский, историк Владимир Евгеньевич Лорионов. Кстати, я хочу привести такой пример. По ТВ3 шел сериал назывался «Викинги». И в этом сериале показывали такой сюжет, что якобы, ну там несколько сезонов шло, что якобы викинги, они были лютые язычники, что они ненавидели христианство, что вот там вот... Ну в общем, типичная пропаганда масонов неоязычества. Но из истории мы знаем такие факты, что еще до последнего Олафа Святого, крестителя Норвегии, ну великого викинга, великого конунга, который именно как настоящий берстер, вот многие неоязычники, они любят бороться, что они стильные, что они мужественные. Ну вот вам пример. Настоящий викинг, но только христианин. Он жестко рукой починил и Данию, и Норвегию, и Исландию, и обратил народы скандинавию христианцев. Так вот, из истории известно, что первые конунги-христиане среди викингов уже начиная с 7 века. А проникновение это, что как раз именно миссионеры-монахи с Ирландии проплывали, и в Балтике находят археологи уже 6-7 век христианская символика у викинга. Более того, если в Готланд обратиться, это одна из такая торговая цепь в Швеции, то даже, не поверите, современные археологи находят такой факт интересный, когда некий конунг организовал в Готланде общину христиан и отделился от язычников. И более того, территория, где он жил, на самолете лететь, то это место обозначено как кельтским крестом, крестом. Это даже как не смешно прозвучит, и даже на ТВ-3 показывали неязычники, исследовать, что были викинги-христиане, которые даже отделялись неязычникам древности и исповедовали Христа. Более того, они ходили в походы также. Даже известный факт есть, когда некий приплыл монах и стал предъявлять счет викингов за их жесткость, что ну как бы он стал христианином, почему у тебя так? На что он ему показал так? Вот ты видишь, я христианин, что тебе надо? То есть он засвидетельствовал. Как бы, знаете, как бы неязычники не говорили, что там, если даже были христиане, там было двоеверие, я все-таки исхожу с позиции тут оптимизма. Если человек жестко, а там были жесткие парни, это ну то есть это очень серьезные ребята, вот если он говорит, что я христианин, то он значит христианин, он этого быстро дал кровью. Это не современные люди, это не современные там в доме на диване и возле интернета. Это были реальные практики. Более того, я пример проведу, это в житии описывается русской, то есть в наших житиях русских святых и в историографии присутствует, когда некий викинг Симон, Симеон был на ладье к нам в Киев, на Русь, и Господь ему явил чудо, он увидел храм, и он стал христианином, и он всю жизнь свою положил на христианца, его мучи находятся в Киеве, Ческалавра, как и святой Илья Муровец. Да, если мы посмотрим на нашу пластическую, на нашу историю, то мы увидим тысячи имен, как и происхождение из викингов, так и из славян, которые с первых веков, но особенно если с века XI, то они были воинами, и они были христианами. И вот известно тоже такое случайное описание, когда некие викинги плыли, захватив монахов, по-моему, ирландских, и плыли на ладье. И они знали, что будет гибель, потому что они были опытными мореплавателями, и они знали, что произойдет кораблекрушение, все, погибнут. А монах ирландским сказал, ребята, если вы хотите, я буду молиться, и вы можете помолиться, если Бог я и чудо, мы выжим. Мы уже знали, что разбьются. Иконах из один из викингов говорит, «Ребят, ну, наши Боги нас не слышат, ни Тор, ни Орден. Давайте мы попробуем». И монах стал молиться, и произошло чудо, буря исчезла. И более того, я хочу подчеркнуть, вот вопрос неуязычник, пусть они обретят внимание, что разные европейские народы стали христианами. Что это? Неужто такие сильные были заговорщики, что они могли обратить им на все народы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова